В прошлом видео мы рассказали про эпидемии чумы, которые вспыхивали на нашей планете. После их прекращения в Европе главной болезнью стала оспа. Ее очагами стали большие города. Болезнь не щадила ни простолюдинов, ни монархов. От оспы умерли королева Великобритании Мария Вторая, император Российской империи Петр Второй, японские императоры Го Камё, Хигисияма и Камей. От оспы умер и король Франции Людовик Пятнадцатый, прославившийся страстью к придворному блеску, разврату и своему жизненному кредо, после меня хоть потоп. По иронию судьбы оспой Людовик заразился от молоденькой девушки, присланной ему для любовных утех. Умирал король в одиночестве. Все придворные покинули его, так как боялись заразиться смертельной болезнью. Открытие Нового Света сопровождалось занесением оспы и других болезней из Европы в Америку. Где у населения Мексики и Перу к ним не было иммунитета. Для Америки это были новые болезни. В результате вымерло 95% коренного населения Мексики и Перу. Погибли цивилизации ацтеков и инков. Спустя два столетия подобная история повторилась в Австралии и Океании, где контакты европейцев с аборигенами привели к их массовому вымиранию. А в Северной Америке вирус оспы был применен впервые как бактериологическое оружие. Так колониальные британские войска раздавали индейцам зараженные вирусом одеяло. И оспа стала причиной массового вымирания индейцев. Именно это во многом позволило британцам начать заселение северо-востока Канады, а потом и центральной и восточной территории современных США. Уже в 17 веке власти государств стали вести борьбу с этой болезнью. Но карантины были неэффективны, так как мешали развитию торговли, как местной, так и глобальной. Поэтому стали пробовать научные медицинские варианты. Сначала вариоляцию, потом вакцинацию. Это средство хорошо себя показало везде, от Северной Америки до России и применялось до конца 20 века. Считается, что в настоящее время вирус натуральной оспы существует только в двух лабораториях в мире, в России и в США. Многие эксперты призывают к их уничтожению в целях безопасности. Холера долгое время была местным заболеванием, но в 19 веке стала одной из самых широко распространенных и смертельно опасных болезней, унося десятки миллионов жизней. Первая пандемия началась в 1816 году в Бенгалии. А к 1820 году распространилась по всей Индии. Погибло 10 тысяч британских военнослужащих и бесчетное число индийцев. Пандемия распространилась на Китай, Индонезию и Каспийское море. Количество смертей на полуострове Индостан между 1817 и 1860 годами оценивается в более 15 миллионов человек. Вторая пандемия началась в 1829 году. В 1830 году она достигла России и вызвала волнение горожан, крестьян и военных поселян, которые были недовольны введенным правительством запретом передвижений. Повсеместно возникали слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Подавшись панике, возбужденные толпы громили полицейские управления и казенные больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков. В Санкт-Петербурге один из бунтов был прекращен императором Николаем Первым, который лично усмирил толпу, шедшую громить холерную больницу. А Александра Пушкина холерный карантин застал в его имении Большое Болдино. За время этого карантина Пушкин сочинил сказку о попе и работнике его Болде, завершил роман в стихах Евгений Онегин, написал повести Белкина и маленькие трагедии, поэму «Домик в Коломне», а также 32 лирических стихотворения. Этот период принято называть «Болдинская осень». Так что именно холерный карантин подарил русской литературе самый продуктивный творческий период в жизни великого поэта. Только в XIX веке было пять пандемий холеры, и все они начинались в Индии. Опыт борьбы с чумой и оспой помог властям в Европе, в России и Северной Америке найти эффективные меры борьбы с холерой. Вакцинации не было. Часто использовался карантин, но эта мера вызывала недовольство всех слоев общества. Поэтому возобладал новый подход – социальная гигиена. Появились санитарные врачи, санитарная инспекция. Развивалась практика личной гигиены. Именно для борьбы с холерой были предприняты первые меры по охране общественного здоровья, которые потом развились в национальные системы здравоохранения. Это было второе видео о самых страшных эпидемиях в истории человечества. В третьей части мы расскажем об эпидемии испанского гриппа. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк. А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!